Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентр СНГ начинает свою программу. Понедельник, Monday, Monday, день Луны и первый день рабочей недели по западным календарю. Ну, восточные страны некоторые, это уже второй день рабочей недели. И у нас, как всегда, в этот час, а сейчас 8 часов утра в городе Чикаго, на восточном побережье на час больше, 9 часов утра, на западном 6 часов утра, ну, а в Москве в этот час 16 часов дня. И на связи у нас Андрей Бухарин, астролог профессиональный, руководитель астрологической школы. Ну, и мы сегодня побеседуем, странно, но об астрологии. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Майкл, добрый день, уважаемые радиослушатели, Сангейс Радио. Да, ну, странно, да, с астрологом говорить об астрологии. Давайте мы проследим, вообще-то говоря, у нас есть несколько, опять же, три сегмента программы нашей, которая, ну, примерно час будет идти. И вот, давайте мы поговорим, как развивалась астрология, вот в глобальном таком смысле, как это говорится в гуннах материальной природе, да, когда в прошлом, в настоящем, и как вы видите развитие ее в будущем. Вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, моя точка зрения, она, скажем так, идет не то, что в разрез, но, скажем, независимое такое личное мое мнение по поводу истории астрологии. Потому что я помимо астрологии изучаю археологию, ну, я не археолог, ну, сейчас можно изучать археологию, не выезжая на археологические раскопки масса. И раскапывать можно там же, не выезжая. Да, народ, кто ездит. То есть, аналитикой того, что находят, в том числе древние карты и, как бы, археологические там всякие вещи, то есть, можно делать выводы, ну, собственно, именно аналитику, про аналитику. И у меня сложилась с точки зрения несколько иная, она отличная от официальной науки. То есть, если официальной науки логика такая, что люди наблюдали за звездами, нашли закономерность, и это закономерности стали, ну, скажем, как бы, как бы, из этого получились некие знания. И разные источники есть, там, 4-5 тысяч лет назад, как бы, впервые только это археологически как бы доказывается. Ну, во-первых, есть гороскопы именно в круглой, то есть, формы не только как в индийской, кстати, а именно круглой. И известные в Египте, в пирамидах, вот, Дендерский, там, кажется, насколько я помню, этот зодиак, вот, и прочее. Ну, даже по официальным летоисчислению в египетским пирамидам, ну, скажем так, больше 4-5 тысяч лет, там, что есть точка зрения, что 10-12 тысяч лет. Но если это 10-12 тысяч лет, и там есть зодиак, то есть, гороскопы, причем, неких событий запечатленных, причем, даже там используются знаки высшего зодиака, такие как Кит, там, и другие, ну, по крайней мере, опять же, если интересно, я этот зодиак, я могу выложить в виде комментарии к записи этой передачи. То есть, это уже говорит о том, что никакие не 4-5 тысяч лет, гораздо больше. И далось, как, согласно, вот, если египетскую такую, мы вспоминаем тему, то там вся цивилизация, ну, согласно книга, как же она называлась, в хронике эти «Строители пирамид», суть в чем, что прилетело 9 белых богов, вот эти все, там, Зида, ну, вся вот эта компания, да, там, Бог Тот, кстати, это Бог Тот, это был, скажем, такой зам, то есть, министр в этой, ну, говорю, кабинет министров сюда с небес пришел, у каждого, там, 9 министерств, с таким языком современным, и Министерство науки и образования заведовал Бог Тот, и он, славянская мифология, это числобог, который именно занимался, собственно, обучая население Земли наукам, то есть, знания шли, не наблюдают, а потом вывод делают, а изначально они давались, потому что, ну, скажем, другое течение получения знаний было, и оно имеет более, на мой взгляд, более давнюю, такую временную, ну, хронологическую, я даже считаю, что больше, чем 12 полу тысяч лет, потому что, если мы берем... Давайте я, может быть, тоже немножко поправку, если мы говорим о Тот-Атлант, древнеегипетский жрец, который действительно правил, то речь идет о 40 тысячах лет, это со времен Атлантиды, но... Ну, делаешь так, ну, значительно, значительно больше сроков, да. Не вот, не вчера она возникла, это наука? Нет. То есть, естественно. Да, вот Атлант, тресмегист, да, там... Гернестр, тресмегист, да. Гернестр, тресмегист, да. И же книга даже, в диалоге, со склепием, вот эта книга, причем она на русском языке, если можно почитать, там отрывочные знания, причем астромедицины, там, но сам факт, что именно как в диалоге, как он обучает своего ученика, именно, то есть, он передает знания, то есть, не то, что он где-то их там, человечество, там, просто крестьяне наблюдали какие-то там, или кто там, какие-то, не знаю, кто там, людям потяжили, и высшие знания на них снизошли. Нет. Наоборот, это было именно, то есть, сверхразвитая цивилизация обучала менее развитую, если вот таким языком. И просто человечество, вот в Кали-Югу, оно страдает манией величия, что оно думает, что оно венец всего тут круче тучи, а фактически человечество, то есть, есть же признаки, например, если у человека высокомерие, это тире ставим глупость. Кстати, классический пример, ну такой, современный, я исследую циклы, всевозможные, в частности, циклы войн, и исследовал, есть сейчас много прав в Великую Отечественную войну, много как с одной, так с другой стороны свидетельств очевидцев, ну, которых, их уже возможно, некоторых нет в живых, но они как бы оставляли вот такие, о себе, ну, о тех событиях отзывы. И я читал, кстати, о немецких солдатах и офицерах, их взгляд на войну с их стороны, ну, то есть, у них какая-то такая тема была, то есть, мотивация их не так далее. Знаете, что объединяло большую часть, подавляющую часть их посыла вот такого, причем это уже ветераны, которые знали про концлагеря, про все, про все? Высокомерие к противнику. И высокомерие заключалось в том, что там не русские самолеты были, а русские шфанерин, там и ванны, там такие-сякие, там, вот. А чего ж вы проиграли тогда, если там такие, там, валенки были с той стороны? Андрей, и сегодня это есть, и сегодня есть. Так значит, тот, кто такой, значит, тот проиграл. Россия сегодня некоторое, это медведи Сибири, там, и так далее. Так об этом не речь, Майкл, что когда человек, даже, причем Германия, имело преобладание в техническом, ну, как Мерседес и Жигуль, скажем так, сравнивать, да? То есть, у них самолеты были с рациями, там, у нас эти вообще... То есть, там разница была, ну, вот, большая, техническая. Даже обеспечение солдат было какое, как они одеты, как мандирование было. И поэтому, почему и Власов, допустим, перешел, там, на сторону вермахта? Не потому, что он трус был или что. Он логически рассуждал, он просто так сравнил, посчитал. Говорит, ну, явно, что Мерседес круче Жигули. Лучше выберем Мерседес, он победит в этой гонке. Ну, такую аналогию сделать. Вместо того, что догоним и перегоним, да? Ну, он рационалист был, да, такой. Поэтому он рационально посчитал, но здесь как раз-то... А здесь больше иррациональность, больше... То есть, здесь надо было, ну, как бы, другое полушарие включать. Не правое, а левое. Ну, я сейчас не хотел бы, как бы, углубляться в тему вот именно этих войн. Я просто хочу сказать, что, в принципе, что вот такой исторический пример, и если его, скажем так, масштабировать на все человечество, то это аналогия тому, что глупый, то есть, высокомерный человек, который высокомерно относится к эзотерическим наукам, высмеивает их, там, как-то злословит и так далее. Это тире глупый человек. А глупого человека нет будущего. Физически нет будущего. Не то, что у него нет будущего. То есть, этих глупцов собирает стадо и ликвидирует. Ликвидирует с помощью каких-то эпидемий, с помощью искусственных войн, с помощью каких-то, там, техногенных катастроф и так далее. То есть, это не то, что, ну, как бы, какие-то, вот, циничный взгляд такой, а такова жизнь. Понимаете? Потому что будущее эры Водолея, а она под управлением Ураном, а Уран – это знание. И, кстати, сейчас Луна делает к Урану сходящийся трин, поэтому наша передача, скажем так, на тему астрологии, как бы, вот, идет по этой теме. Поэтому нет будущего у глупого человечества. Если вот так по аналогии, так же, как не было будущего у гитлеровской Германии, правильно сказать, это же не Германии, а у тех воинов, которые высокомерно шли, там, ой, это тут отсталые недолюди, мы сейчас их там раз-два тут блиц-крик. Дело в том, что, тут я, простите, еще добавлю, дело даже не в том, что высокомерие – это, без сомнения, самое, ну, может быть, если не главное… Самомнение о себе, что они великие там… Да, но есть такой момент, когда все вместе собрались, имеется в виду, весь советский народ собрался и встал на защиту. И вот это, знаете, я вспоминаю по аналогии, когда семь мастеров, китайцев, они сдерживали армию только одной своей энергией. Они взяли за руки, у них не было ничего, но у них была энергия. И они держали армию. Армия не могла сдвинуться, это можно почитать, это описывается. Это энергия более высокого порядка… Ну, они владели, они владели. Техническая энергия, она сильнее физической, поэтому… Да, да, вот об этом и идет речь. Поэтому техническая оснащенность не всегда приводит к каким-то победам и не всегда дает преимущество. Майкл, а потому что техническая – это вот помните, вот как мы гунны, когда проходили, это если их тоже разложить техническая, скажем, там, идея более высокая какая-то ступень, еще более высокая, это соответствует корням от мирового древа. То есть, это гунны невежества. Ну, в лучшем случае, там, опять же, гунны страсти и так далее. Ну, скорее всего, гунны невежества, потому что я только… Вдумайтесь, я только одного из этих… Как они называются? Хроники одного офицера немецкого, который признал, ну, признавал в советских солдатах равных, как минимум, солдат, и то он был там из семьи протестантов, его насильно призвали, ну, грубо говоря, такой он был неидейный, там, просто так попал под раздачу. А это я к тому, что если мы, человечество, так же относимся высокомерно к чему-то, тому, что не можем понять, то нас будут лечить, знаете, эти силы небесные. Вот, и поэтому лечить, знаете, как бы, процедуры эти лечебные, они болезненные будут. И вот так вот. Поэтому, ну, вернемся к теме астрологической. Так что я соглашусь с вашим мнением, что 40 тысяч, а возможно и гораздо больше, сотни тысяч лет, то есть, как было изначально, человечество, цивилизации возникало, приходили учителя, там, сверхцивилизации, и давали знания. И человечество, живо-то цивилизация определенный виток, потом происходил там какой-то потоп, ну, грубо говоря, смывалось это все, как диск дефрагментировался, заново новая программа устанавливалась, новое человечество, новые опять приходили, ну, типа драйверы включались там эти, устанавливались новые драйверы к железу, и так далее. То есть, если мы поговорим про прошлое, то, во-первых, оно не соответствует официальной точке зрения, что люди сами наблюдали, да наблюдались, и сделали эту науку. И, во-вторых, хронология, то есть, она не 4 тысячи лет, а десятки, сотни тысяч лет. Если мы возьмем, вы читали, Багавадгиту вы читали, это часть Махабхараты, и там описывается битва на поле Куркшетра, где две армии друг против друга сражались, и это описывается. Там применялось оружие, которое сегодня и в помине не существует, типа Брамастра, это до сих пор находит следы радиоактивного заражения, то и местности, это примерно, это Хастинапур, бывшая столица Индии, где-то 60 километров от нынешнего Дели, и почва, она сегодня радиоактивная там, как это может быть 5000 лет тому назад. Другие там, то есть, сражение велось в трех стихиях, оно велось под землей, ну, водное пространство, на земле и над землей, то есть, люди могли возноситься в небо, это называется ситхи, сегодня кто-то, йоги там, скажем, индийские, они могут зависать в воздухе, есть даже фрагменты, это все есть, сегодня люди в это не верят, значит, как они не верят, то есть, они говорят, такого быть не может, потому что такого быть не может никогда, знаете, это, и как, ну, просто не может быть, аргументации нету никакой, а кто это видел, допустим, да, ну, никто не жил 5000 лет назад, и современных людей вроде бы, поэтому, естественно, это не видели, записи эти никто не принимает во внимание, поэтому, действительно, у нас достаточно есть возможность это узнать, кто хочет, но высокомерие не позволяет, это то, о чем вы сейчас говорите. А высокомерие, это даже гуна невежества получается, что перекликается, это даже не гуна страсти, это именно вот глупость, мотив глупости, вот гуны невежества, мотив поведения, отсутствия знаний, глупость, то есть, и люди высокомеримо отрицают этого, ну, здесь, да, и там же какие были, если еще, там же как вызывалось, это вот оружие, не какими-то заводы, там, Курчатовы работали, ядерные, там, оружие делали, а он делал, этим, определенную руками, как она, фигура, там, из трех пальцев, формировал. Да, это называется мудрый, но на самом деле, да, на самом деле, вот эти лучники, один из них был самый-самый главный, Арджуна, да, Арджуна, да, но, понимаете, стрелы, которые выпускались, это не наши стрелы, которые выпускаются из обычного лука, то есть, эти стрелы были заряженные, то есть, с помощью воды, с помощью отверстий, которые были в определенном порядке, вот есть такое понятие, эзотерическая акупунтура, сегодня, это возможность, скажем так, ставить иголки по определенным точкам, и совсем другие результаты можно получать, не просто физическое облегчение, это как аналогия, да, и читались мантры, так, вот эта стрела, которая была заряжена, вот таким образом, она летела просто совершенно невероятное расстояние, то есть, там все рассчитывалось, и скорость ветра, и все эти стихии, и она попадала туда, куда надо, причем, когда она попадала туда, это не просто там враг умирал, поскольку его там стрелы, кто-то там поразил, лучник, нет, раздавался взрыв, подобен ядерному взрыву, то есть, вот это вот, такая была техника, но она была подвластна тем людям, которые тогда жили, это применялось только во благо, это никогда не применялось во зло. Ну, вот поэтому, и изъяли эти знания, потому что человечество глупело, и давать, скажем, ну, скажем так, обезьяне гранату, опасно для всех, и в зоопарке, кто смотрит, и само обезьяне, это опасно для жизни, вот, поэтому, если так, человечество, оно оглупело, стало, скажем так, использовать чуть что, любое научное открытие, в первую очередь, где используется сейчас? В военной сфере, то есть, сразу, как убить себе подобных, то есть, не как там родить, ну, жить там, как-то лучшее качество жизни, понять, не, а как ликвидировать, то есть, это такой уровень, дикий какой-то, вот, безусловно, что это не может продолжаться, какое-то, ну, вменяемое там, количество лет, то есть, такая, скажем, и при духовном восхождении человечества, те, кто не захотят, либо не смогут, ну, скажем, вмещать эти знания, а им будет мешать, не их умственные возможности, а именно, в первую очередь, преграда вот этого высокомерия, вот это самомнение, и, кстати, это описывает, между прочим, одно из объяснений, так как пораженный Юпитер, есть такая в астрологии, он обычно очень у людей, которые в гороскопе Юпитера поражают светило, он, ну, или вообще там, какие-то поражители, которые находятся, ну, плохие аспекты, там, либо по знаку, эти люди страдают комплексом неполноценности, я великий, это есть такая проблема, и эта проблема мешает им, потому что происходит или недо, или пере, то есть, либо недооценка своего авторитета, либо переоценка, и из-за этого конфликты у них, но так как сейчас эроры, то Юпитер, один из управителей эроры, и видно, он, ну, скажем, такое низшее проявление, это поражение, такого, как бы, вибрации вот этого, именно высокомерия, этого гипертрофированного, завышенного самомнения, более скажу, сегодня произошло событие, которое происходит один раз в год, соединилось Солнце с Юпитером, ну, приблизительно один раз в год, потому что бывает, хотя в целом один раз в год, да, это не транзит же, сегодня в 10 утра по-московски, кстати, это было, считайте, в 7 часов по Гринвичу, и долго это будет продолжаться, ситуация, да, все, уже распадается аспект, он уже соединился, ну, в принципе, сейчас благоприятные дни, для каких-то подарков, покупок, каких-то вещей, которые будут, ну, долго жить, такие, какие-то яркие, такие, заметные, юпитерианские, такие, знания, качественные, я бы сказал, вещи, знания, юпитерианские, планета, планета, прощения, бизнес регистрировать, например, ну, там, единственное, есть поражение Марсом, сегодня, сейчас формируется, это как раз-то конфликтность, конфликтность именно в конкурентной среде, конфликтность с начальством, то есть, эти люди, кто сегодня вот рождены, они такие будут все время, либо, ну, у них, это будет мотором, таким, для, то есть, это же тоже надо, как дикого необузданного коня, если вспоминаем, когда мы о Пушкине разговаривали, вот он-то обуздал, такой Юпитер у себя, и стал великим, то есть, на самом деле, Юпитер проработал, кстати, Юпитер, согласно греческих, вот этих, всех мифологий, это же громовержец, Зевс, а реально у Юпитера порядка 40 спутников, если только открытых, насколько я помню, и вдумайтесь, вот, с Юпитера лупятся молнии, электрические заряды по этим спутникам, вот вы представьте, вот чтобы было, если бы с поверхности Земли молнии били по Луне, ну, вы представьте, какой заряд, во-первых, электрический должен быть, и он вот лупит, это же тоже аналогия, то есть, то, что наверху, то и внизу, то есть, он реально громовержец, то есть, он вот электрически заряженный такой газовый гигант, который там вот-вот станет, кстати, вторым Солнцем, то есть, вопрос, есть еще такая точка зрения в эзотерических кругах, что, когда наступит, вот, эра новая, Луна, Луны не будет, Луна улетит, либо разрушится, а будет два Солнца, то есть, вот вторым Солнцем, очень вероятно, что, ну, из всех планет, которые есть, то есть, там ведутся такие реакции у него уже, химические, что он, то есть, вопрос времени, то есть, даже вопрос не стоит в принципе, когда он засветится, то есть, когда начнутся эти реакции, вызовут там, как ядерном реакции, знаете, фазу света такую большую, а вопрос, когда, поэтому, наблюдайте, не удивляйтесь, когда появятся два Солнца, 427 тысяч лет осталось, разрушится Кали-юга, разрушится эта Вселенная, потом будет Созидание опять, это мы уже проходили, да, это мы просто раз об этом говорили, может это возникнуть и раньше, это может быть и когда этот микрозолотой век, это может обозначиться, а это кстати, он идет, ничего, я не соглашусь с этим, на мой взгляд, то, что мы видим, наблюдаем, что человечество, отнюдь, не просветлело, отнюдь, оно не... Еще начало просветления, это только начало. Что не дошло кульминации? 10 тысяч лет по ведической системе, а мы только в 500 прошло, в 10 тысячах, что такое 500? Это одна... Тем не менее, начало новой эры, должно быть угасание старой, а пока идет усиление тенденции старой, я уже объяснял, потому что эра рыб, она закончится первым градусом, первой минутой, знака рыб, потому что идет точка, ну, при цессе движется от конца знака к началу, и чем ближе... То есть, начал, конец любого знака, это самое слабое проявление его, а начало любого знака, это максимально сильное, и мы видим, что усиливаются религиозные моменты, ну, вот объективный фактор глобализации, он уже закончился, Майкл, ответьте на этот вопрос, вот глобализация, глобализация чего? прекратилась, не прекратилась еще, еще идет поглощение крупных, более крупными, а логическое завершение эры рыб, когда дальше поглощать уже будет некого, то есть, когда станется один банк, одна страна, то есть, это как шар, который вот раздавал, понимаете, то есть, это юпидерианские качества, кстати, расширение. Мы, если вернуться в наше время, то еще раз повторюсь, я слушал разные прогнозы астрологов, разных астрологов, и восточных, и западных, и русских, и американских, и вот сейчас есть какая-то, какая-то вероятность того, что что-то сейчас будет происходить в совсем ближайшее время, то есть, когда там Юпитер засветится, это еще ладно, еще на нашей памяти, может быть, не скоро будет, допустим, если и будет. Если вот это то, что вы говорите, глобализация, останется одна страна, останется один банк, это да, это еще не сейчас будет, ну, есть по каким-то прогнозам в 2017 году. Ну, это уже, извините, это же не 40 тысяч. все правильно, все правильно. Но я о чем говорю, вот сегодня понедельник, и сегодня, кто захочет посмотреть, сегодня будут президентские дебаты. Это интересно. Вообще-то говоря, я не смотрю телевизор, но полагаю, что сегодня я посмотрю этот телевизор. Начало прямой трансляции в 8 часов вечера, насколько я помню, по времени города Чикаго у вас будет утречка или ночь, переход с ночи на утро. Короче говоря, вот с момента инаугурации, с момента выборов, точнее, 2 ноября будут выборы, провозглашен новый президент, до момента инаугурации может произойти какие-то очень и очень необычные события. Необычные. какие мы пока не знаем, но вот поживем и увидим совсем скоро уже. То есть, это даже не год, это всего пару месяцев осталось потерпеть. Но вы знаете... Там опасность для здоровья есть для Дональда Трампа где-то в декабре. Да, вы говорили, да, но тогда я должен сказать о том, что руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласны. Нельзя это говорить в американском радио, что не там санкции могут быть какие-то. Нет, говорить-то можно все, что угодно. Но... Мы прогноз делаем, да, говорите на меня все. Мало ли оттуда... Да, но я-то с вами беседую. Мало ли оттуда кто-то там нас слышит. Хотя слышит сегодня все. Слушает все сегодня. Да, но это шутка, это и есть прогноз. Действительно, что такое прогноз? Хорошо, Андрей, ну мы первую часть, полагаю, мы уже с вами, так сказать, озвучили. Да, уже видите, незаметно полчаса пролетело. Пролетело, да. Давайте мы перейдем к тому, что происходит сегодня в мире. То, что было на прошлой неделе, скажем... Чему пришла астрология сегодня, да? Пришла астрология сегодня в целом, и в частности, что происходит с точки зрения астрологии сегодня в мире, какие там тенденции намечаются, климатические, вот именно сегодня, да. Хочу сказать, что мои наблюдения показывают, что астрология возрождается. То есть, те... Я, конечно, могу предполагать, что есть какие-то там супер-гуру, где-то там сидят они под землей, там, или в горах, или в пещерах, которые владеют всеми астрологическими знаниями. Нет, без сарказма, я реально, я могу это... Я, кстати, не как те немецкие солдаты высокомерные, что вот я тут самый главный астролог, либо тут все знающие, ничего подобного. Я знаю, где-то близко к элите. Я просто, я изучаю эту тему, и мне она интересна, я просто вижу, что коллеги в чем-то лучше меня могут в какой-то сфере это... Кто-то больше знает, кто-то... Это ничего там постыдного, либо смешного, либо такого ужасного нет. Это нормально, мы все развиваемся, причем у каждого из астрологов есть своя программа, и свой талант, который он в процессе, ну, скажем, либо в этом, в лавине этой возрождения, многовекторном возрождении астрологии свою миссию выполняет. Кто-то, допустим, сейчас изучает тему деторождения, кто-то финансовой астрологии, кто-то партнерских отношений, кто-то там, ну, в общем, любую там, что-то где-то каждый восстанавливает, какие-то планеты, программное обеспечение делается. И в целом, эта тенденция такая, как бы по аналогии беременности, что ли, да, либо, ну, может, не совсем удачное такое сравнение, как у болезни, инкубационный период, да, вот скрытый, когда, то есть, процесс идет еще неявный, потому что официально-то астрология, ну, по крайней мере, в Индии-то она признана, кстати, в Индии суд признал астрологию официальной наукой, да, я помню, там какие-то были у них буквально где-то года два назад, Майкл, как у вас? Я не знаю, как официально признан, но я был... Официально там суд, официально, ну, что там, что-то в этом духе. Да, но я был у одного, и причем не один раз, был у одного астролога, их зовут Бригу, это хранители, там, наследники, скажем, вот, астрологических знаний, и есть такая система, она называется, Надя, чтение на пальмовых, там, листках, астрологические, то есть, приходит, приезжает туда человек, и ему дают какой-то типа тест, он отмечает там кружочек, а потом снимается, это с полки, большой шкаф, и там много там всяких полок, отделений, и снимается в определенном месте, с определенной полки, берется папка, вытягивается с этой папки, типа файл, вытягивается, и зачитывается астрологический гороскоп, который был написан, неизвестно когда, именно конкретному человеку, я был не один раз этим свидетелем, специально, да, что я приезжал, еще один сам приезжал, специально для меня лично делали вот такой вот, но я к чему это говорю, что там висит фотография президента Индии, который приезжал на чтение вот такого гороскопа своего, то есть если президент Индии приезжает, так, наверное, это не просто принято, это действительно наука, которую люди хотят знать, это та информация, которая людям должна быть, и может быть полезна, если они, конечно, захотят об этом узнать, вот. Ну, вот я говорю, что, ну, это одна из традиций астрологических, кстати, очень надеюсь, что именно западные и восточные традиции объединятся, именно, то есть это будет не на противоречии, что там у нас, скажем, ну, наша школа, как вы теперь помните, в видео китайское вот это, когда в 90-х годах эти видеосалоны появились, ну, когда там на заре перестройки, в засилье было этих видеосалонов, и там были эти фильмы, где главный сюжет был такой, что один представитель одной школы китайской боевых искусств, весь фильм дрался против другой, в общем, чья школа круче, вот, вот в таком русле, я бы, скажем так, я считаю, что это уровень, ну, если вот, именно противостояние разных астрологических школ, это, ну, скажем так, не духовно, скажем мягко так, вот, слава богу, такого я не вижу массово, есть отдельные, ну, не буду озвучивать какие, такие, как бы, с сектантским уклоном таким, где, такой, как бы, свой, там, есть гуру, нечто подобному, такому, как бы, образу поклонения, и, кстати, он резонирует, притягивает к себе таких последователей, которые, ну, воинственно, знаете, ведь кругом враги, ну, секты любой, они, программа, там, кругом враги, мы избранные, во-первых, во-вторых, кругом враги, то есть, надо этого, ихнего, фигуру эту центральную, как-то оберегать, защищать, это чистой воды, рыбья, скажем, иерархическая структура, нептунианская, репетерианская, а вот именно водолейская, астрологическая, как бы, собственно, это, как бы, масса независимых, свободно-творческих, которые трудятся, исследователи таких, и вот, в принципе, сколько я в соцсетях смотрю, в целом, человечество такое формируется, и очень важно, чтобы астрологический подход был неполитически ангажированным, чтобы не был религиозно ангажированным, и не был, в общем, вот все рыбьи вот эти, потому что, если только резонанс идет, когда астролог начинает болеть за какую-то команду, он все теряет, то есть ему дар это, ну, как бы, чтение искажаться начинает, либо пропадает, и он начинает вот рассказывать всякие, ну, скажем, лжепрогнозы идут, я не говорю, что все астрологи стопроцентные прогнозы строят, таких физически нет, физически нет, потому что, ну, мы не боги, вот, мы как бы пытаемся постичь эти знания, но какие-то, когда 70-80%, это уже довольно приличный прогноз, даже, скажем, в сравнении с синоптиками, я хочу добавить, дело в том, что чисто по логике, сейчас нет астрологов, которые делают, скажем, расчеты с помощью карандаша и бумаги, сейчас все делают расчеты с помощью программ, но ведь когда-то же не было компьютеров, и программ этих не было, и как же те люди, которые делали, или строили те самые пирамиды, как они тогда, каким образом они все это делали, так вот, те программы, которые созданы без сомнения человеком, они уже, в нем есть элемент ошибки, поскольку мы не боги, и мы имеем возможность ошибаться, какие бы мы не были, какие бы мы не были профессионалами, мы все равно имеем хоть немного, но возможность ошибки, и поэтому, скажем, я чисто, ну, через свой опыт, будем так говорить, я не знаю своего времени рождения, моя мама тоже этого не помнит, и мне делали ректификацию, и вот, не называя имя, мне сделали в Индии ректификацию, мне дали это время, и когда это время я дал астрологу, очень известному человеку, он без тени сомнения, не делая никаких ректификаций, вел это в программу, получил результат, и начал мне это все рассказывать. Я был в полной уверенности, что так оно вроде бы и есть, причем даже в Индии это было, это было в Индии так, это было и на территории, ну, скажем там, западной, вот, а потом я, я люблю делать, так сказать, есть такое понятие, second opinion, third opinion, второе мнение, третье мнение и так далее, потому что, ну, идешь к доктору, он тебе ставит диагноз, ты с ним не согласен, как бы, идешь к другому доктору, он ставит тебе другой диагноз, выражает свое мнение, короче говоря, два человека отнеслись к этому неформально, они запросили, вы был третий, кстати, были, то есть, запросили, да, запросили сделать ректификацию, несмотря на все то, что как бы, понятно и ясно, вот, они сделали, и было время мне скорректировано, то есть, время было на один час раньше, я был уверен, что так, как мне сказали там, скажем, в Индии, со всем уважением, к тем людям, но тем не менее, есть элемент ошибки, который вот только подтверждает то, о чем вы сейчас говорили. Ну, это, да, и кроме, ну, есть, конечно, если архаично, вот, когда считали, это, во-первых, время немного уходит на построение гороскопа, от двух до шести часов, сколько я вспоминаю, рисовать только его было, сейчас только там, 20 секунд и готово все, вот, но надо помнить, что раньше, ну, где-то несколько столетий назад, экология другая была, и астролог, который в тот момент работал, у него все-таки, скажем так, память лучше работала, и такой пример есть, как Томазо Кампанело, насколько я помню, он 30 лет сидел в тюрьме, так вот он по памяти помнил все эти эфемериды, на память, вдумайтесь, и своим надзирателем строил гороскоп, в уме, вот человек в уме, когда ты родился, тогда там, ретифицировал в уме, то есть, это же в уме, считал прогнозы, строил, то есть, вы понимаете, это какой, кто сейчас из нас это может, а я покажу, что это такое, чтобы вы понимали, это вот книга, например, таблица эфемерид, это с 2001 по 2050 год, вот такая информация, вот такого уровня в голове держать, понимаете, на каждый день, но это, у меня есть, Андрей, учебник, он в три раза толще, ну не учебник, книга, в три раза толще этих эфемерид, которые, это же всего 50 лет, это без 20 века, это же, понимаете, а так это фолианты вот такие, это же все, ну, сейчас работаем с какими гороскопами, ну с 30-х годов, 40-х хотя бы, то есть это еще лет, еще такую же книжку, толщины, вот надо еще помнить. Все правильно, но вы знаете, это удобно с одной стороны, удобно в каком плане, в плане, да, пользоваться таблицами, пользоваться компьютерами, и нормально это пользоваться. А такое время еще, потому что у нас уменьшились, скажем так, способность умственная, вот здесь из экологии, из угасания, скажем так, отупления человечества, если так грубо сказать, то наш этот вот сегмент заменили компьютеры, кстати, это с другой стороны, то есть они стали вычислять то, что раньше считали в уме наши предки спокойно. И вот самый простой пример, наверное, мы сейчас уже просто забыли, масоны, да, они масоны, сегодня их называют масонами, но уже немногие знают, поскольку, опять же, забывается все, откуда они произошли, это гильдия каменщиков и строителей, которые строили совершенно феноменальные структуры, архитектурные, это вот в Испании, там, Гауди, допустим, вот эти соборы, просто феноменально, то есть передавали знания от отца к ученику, то, что сегодня называется парампора, на санскрите, и эти знания передавались, это действительно были секреты, и вот с помощью линейки циркуля и карандаша, отвес, там еще отвес вроде, отвес был, ну, отвесом мы пользовались, я даже пользовался этим отвесом, когда работал там где-то прорабом, я помнится, в армии там работал. А что, так все гениально и просто, тут, конечно, берешь отвес и проверяешь стукатурку, да, когда, да, и видишь там, на ровной линии, то есть все, да, да, все правильно, и, ну, потом появились, конечно, нивелиры, там теодолиты, нивелиры тоже можно было, а так натягивали эту веревочку, там поребрики, да, когда строили, вот, да, хорошо, Андрей, у нас остается время на последний сегмент нашей программы, это то, что мы пытаемся сейчас сделать, многим это интересно, кстати, то, что называется финансовая астрология, да, мы пытаемся, сделать, в прошлой неделе, что там попало, что там попало, ну, я вот, скажем так, среди всех компьютеров, я вижу эти все графики, попало, я вам могу сказать, дорогие друзья, еще раз повторюсь, те, кого это интересно, по прогнозу были Андрея Бухарина, не только Андрея, но по прогнозам, да, действительно, вся неделя, и включая сегодняшний, кстати, день, евро идет вверх, доллар идет вниз, но это до какого-то момента, сейчас будет очень серьезные какие-то перетурбации, и есть время, ну, примерно, даже вот совсем скоро, 29 числа будет изменение тренда, по некоторым там, скажем там, прогнозам, вот, ну, и в гораздо большом промежутке, но это я еще раз, аналитик, там, по графикам и так далее, что скажете вы все-таки с точки зрения астрологии? Ну, сейчас смотрю расчеты, сейчас скажу, ну, видите, используем, уже не в уме считаем, а смотрим, так, у доллара, 26, а, ну, вот, сегодня у него последний день, это негативный аспект был, сейчас посмотрю, что у евро, так, у евро, по дальним планетам, ничего, сейчас попробуем, подключим Марс, и посмотрим, что Марс показывает, Марс показывает, что для евро, рост 26 и в конце у него, 30 числа усиления, ну, такой, ну, скажем, которого сейчас происходит, то есть, если у евро рост, так он, возможно, сегодня, один из последних дней, сейчас посмотрю, что у, по, ну, по моим представлениям, так, так оно и есть, возможно, завтра, сегодня и завтра. Я хочу сказать, что по гороскопу доллара, у него, по крайней мере, до 27-го точно, негативный аспект, а вот здесь, ну, я хочу сказать, что так, сейчас, секундочку, соединение какое оно, ну, показатель такой, что, в общем-то, преобладает показатели усиления евро эту неделю, вот, по моим, ну, по анализу гороскопов ЕЦБ и ФРС. Вы сказали о том, что особенно в последний день, особенно в пятницу, скорее всего, там тоже пойдет, что? Вы сказали, сегодня последний день. Ну, я, я сейчас объясню, ну, это, во-первых, в прямом эфире, я, скажем так, наблюдайте эти трудовые будни астролога, ну, мысли вслух, на, я сначала рассматривал определенные, скажем, одну технику прогноза, по ней, вот то, что я озвучивал, ну, скажем, такую более сильную волну, а на конец месяца нету сильных планетных влияний, поэтому сказать, что каких-то там суперуходов маловероятно, ну, там, движений в ту или иную сторону, но тренд сохраняется, что гороскопы ФРС больше негативных аспектов идет, чем гороскопы ЕЦБ, поэтому вывод такой, что вероятно на этой неделе именно такая тренд будет, где-то вот сейчас 26-27 рост евро, где-то 28-го, возможно, 29-го некая коррекция, ну, даже такая остановка роста, а потом опять рост евро в конце недели, то есть, числа 30-го, опять там, 29-го, 30-го, ну, такой ступенькой, ну, в общем, ну, в принципе, показателей больше плюсов для евро, чем для доллара, поэтому отсюда мы делаем вывод, что евро, вероятно, будет дальше брать следующую высоту, ну, по крайней мере, на этой неделе. Ну, вот так вот, это современная астрология, но она не только это описывает, скажем, если мы как бы тут третью часть, можно там вставить несколько минут, пять минут, хотя бы, конечно, много уделили прошлому, настоящему, будущему, то есть, в общем, сейчас идет возрождение, мое мнение, возрождение, в общем-то, процессы позитивные, масса интересных, книги, исследования выходят. Люди входят, во-первых, есть, ну, школы астрологические, и, мало того, очевидно, вот, допустим, даже сейчас, вот вы посмотрите, выборы, ведь, солнце с Юпитером соединяется один раз в году, в Эстонии выборы, в Белоруссии выборы, в России выборы, даже, в Америке, ну, тут, там, на Орбисе будут, но выборы, но инаугурация будет точно на Трине, там, солнце с Юпитером, вот, поэтому, сказать, что нету здесь астрологического следа, то это поступить, ну, скажем так, с большим самомнением об этом, то есть, вот, я к тому прихожу, что здесь они используются, кстати, вот, как используются, однозначно, то есть, когда ты смотришь, ты видишь, что астрология подозрительно выбирает всего пять дней в году, когда Юпитер с Солнцем делают благоприятные аспекты, и вы можете представить, там, все выборы, практически все выборы происходят именно на эти пять периодов, ну, такого, ну, знаете, это, как это, совпадение, не думаю, да, как там говорят известные телеведущие, вот, поэтому это очевидно, что это астрологический след, понимаете, там можно взять, возьмите, например, коронацию королевы Англии, когда она замуж выходила, там Солнце с Юпитером в соединении, это раз в год бывает такое, ну, событие, а вы говорите, что это случайно, да, это... Я не говорю, что это случайно. Специально все, ну, не вы, да, это уже так. Я говорю к тому, что корпорации крупные, и власть имущей структуры это давно используют. надо на уровне смотреть не исполнителей идейных, а те, кто системообразующее звено. У них это все, это очевидно, то есть, есть показатели, что это работает. То есть, я доказывать этого не хочу. Почему в настоящее время, ну, скажем, периодически такое отношение в прессе идет, в желтое особенно, высмеивающее, такое, саркастическое, так потому, что вы понимаете, как себя ведут те, у кого мотив выгода, но которые живут в гуне страсти. Им же не выгодно, чтобы мы с вами знали эти знания, как построить здание, там, как вы говорите. Значит, что надо сделать? Надо спрятать эти знания. А как это спрятать? Это положить на видном месте и высмеять. Понимаете, это вот последние, все эти новости, что НАСА новые там знаки зодиака открыло, потом она отказалась, давайте посмеемся, хи-хи-ха-ха. То есть, это рассчитано на люмпенов, то есть, на шудров, то есть, на этих, на низший уровень личности, ну, души, молодые души, которые вчера были в телах коровы, сейчас им тело человека дают. Да, они ведутся на это. Это хорошо, если они были в телах коровы. Нет, а как иначе, это, ну, я уже не говорю про демонов, а демоны это делают. Демоны это зомби-программы такие, которые, это наши, через них образование идет, то есть, это, знаете, как макевары, которые, ну, такие активные, которые, вот, боец там, он с ним спарринг-партнер, скажем так, правильно даже, то есть, которые определенно обучают нас, да, он там каким-то ударом бьет, но вот мы научились все, нам на новый уровень переходим, там, новый спарринг-партнер появляется. Поэтому, по большому счету, обижаться на демонов, что они такие-сякие немазанные, развалили Советский Союз, там, да чего надо обижаться там, это периоды, прошел этап Советского Союза, точнее, закончится в 25-м году, начнется новая 108 лет какая-то, новая будет урок для всего человечества, там, потом, тот закончится, и так, бесконечно, эта спираль идет, развивается, ничего, надо, не надо жить в прошлом, не надо жить, как этот, кто там, говорил это, кто-то из мудрецов древних, что он в прошлом, ну, что-то там, как-то вел недуховно себя, в мирской жизни, вел, ну, не важно, там, нарушал духовные законы, а потом для него снизошло просветление, он стал божественным человеком, когда он говорит, а вот вы в прошлом, там, такое-то дело, говорит, у меня нет в прошлом, я сейчас здесь, понимаете, или как сказал еще один персонаж духовный, да, что, а кто без греха, говорит, первым бросьте камеру, давайте развиваться, здесь, если мы сюда приходим, в этот мир, воплощаемся, здесь все без исключения, скажем так, рыльцы в пушку, у всех, у всех без исключения, если ты святой, грубо говоря, сто процентов, вообще сюда, только, наверное, мессия какой-то приходит, здесь, который, берет на себя миссию, окунаться сюда, чтобы здесь как-то нас растормошить, пробудить и дальше, а так, все, кто, ну, скажем так, с нарушениями какими-то, и надо, задача, астрология, помогать, понять, какие у нас нарушения, какие уроки, как их решать, и что делать, и когда мы начинаем решать, то жизнь наша, ну, скажем так, улучшается, вот поэтому будущее, я вижу, объединение, именно разум, то есть, как бы, по крайней мере, знаете, в таком сотворчестве, в групповом сотворчестве, когда бывает, вот, например, такая тема, как мозговой штурм, на некоторых предприятиях или где, вот он нечто подобное, когда такой принцип Роя, что ли, это выразить такой, когда нету главного, потому что, вы понимаете, в Эре Рыб там всегда должен присутствовать какой-то персонаж, главарь, в чем минус этого, главаря устранили, вся структура рассыпалась, ну, или просто он там, самоустранился, там, неважно, а в Эре Водолея все люди главари, то есть, управление, если таким языком современным, делегирование риска, там, менеджмента, то есть, управленческих принятий решений, уходит с одного уровня на более низший уровень, а для этого надо обладать смелостью, желанием и пониманием, а правильно ли я решение отдаю, так вот, астрология, это как раз та наука, которая отвечает на вопрос, правильно ли принято управленческое решение, если уж так мы скажем, поэтому, ну, новый уровень человечества, и будет астрология, в частности, глобально, будет за это отвечать, и для этого не надо, кстати, всем знать суперзнания астрологические, я часто привожу примеры, что вот вы, даже лично вы, Майкл, скажите, вот вы в своей жизни используете знания математики, какого класса обучения? Ну, во всяком случае, не большие математики. Ну, вы приходите, любой из нас в магазин, там, купили батон хлеба, грубо говоря, дали там 100 рублей, вам сдачу дали там 50 рублей, какие действия? Мы даем карточки, там вообще никто, вообще никто ничего не считает, хотя бы по выписке, хотя бы смотреть, что там, больше стало или меньше денег, то есть уже элементарная арифметика, плюс-минус равно. Теперь есть бар-код на всяких, на всех продуктах, то есть сейчас вообще ничего не надо считать. Ну, а что ж так, идешь и безлимитно тратишься, что ли? Бюджет, это да. Вот, рассчитывается бюджет, это плюс-минус равно, то есть здесь не надо никакие квадратные корни считать, никакие эти сплавающие запятой какие-то вычисления, Правильно, но если я допустил, если, простите, я занимаюсь нумерологией, тогда я подключаю психологию. Нет, я говорю о основной массе, вот если брать нам, то есть мы для того, чтобы нам в социуме реализоваться, мы используем знания арифметики, а это пятый класс средней школы, ну, советская еще, если так, ну, наверное, любой школы нормальной, где-то четвертый, пятый класса, максимум, а может еще и раньше, и это решает 80 процентов, а то и 90, да практически все там, что нам же, а как вот знание языка, вас научили читать, писать в каком классе? И меня, максимум третий класс, и все, и достаточно этот уровень знаний для коммуникации, для написать там на e-mail, что-то, письмо, то есть для того, чтобы решать большую часть проблем, 80-90 процент реально в социуме, жить, зарабатывать деньги, там как-то размножаться, жениться, воспитывать детей, достаточно, вот эти математики, не надо. И также астрология, я к чему мысля говорю, что астрология тоже есть два таких разнения, то есть начальный уровень для решения, ну, например, банальный такой, вот на растущей луне дела делать, которые расширяются, на убывающей, которые заканчиваются, например, когда Юпитер соединяется, солнце, выборы проводить, то есть это элементарно, там пять раз в году и все, ну, я к примеру говорю, и все, и это уже такой уровень знаний, который любая, скажем так, как домохозяйка о силе, то есть не надо быть каким-то там Перельманом, да, или каким-то, не знаю, Эйнштейном, там, вот, конечно, будут люди, которые будут, ну, посвятят науке всю свою жизнь, так же, как сейчас есть, но они единицы, эти учеты, да, для них институт какой-то, там, пусть они исследуют, но в массе основной, также астрология, надо будет, как бы, которая будет при минимальных затратах, как бы, оперирования минимальными знаниями давать максимальный эффект, результат, вот я к чему говорю, и этого будет достаточно делать, применять хотя бы, такие бытовые, применять решения, на начальном, хотя бы первый курс любой школы астрологической, произучить, а вот, если там глобальные, грубо говоря, там, царя избрать, там, на трон, я образно говорю, там, что-то еще там, какую-то, ракету в космос запустить, это уже астрологическая экспертиза, уже специалистов должна быть, а так, в быту, масса людей, которых, так же, как по аналогии математику, как мы все знаем, на уровне третьего класса, оперируем, там, пятого, так же и астрологию, тоже, то есть, сегмент, поэтому, когда спрашивают вопрос, например, а могу ли я изучить астрологию, а есть ли у меня астрологические показатели, или можно, даже так ставить вопрос, можно ли изучить, я говорю, а вам математика нужна, вы бы смогли ее осилить, хоть бы вы были трижды гуманитарий, там, по своей природе, она вам помогает в жизни, вот так же и астрология, то есть, начальный уровень, например, первый курс, нормальной астрологической школы, это необходимо просто, ну, поголовно, знать людям, а дальше, это уже по уровню того, если посвящать себя будет астрологии человек или нет, ну, либо по желанию, то же самое, вот я такую свою пламенную речь закончу, хорошо, хорошо, ну, я полагаю так, что мы можем тогда успешно закончить нашу программу, и я благодарю профессионального астролога Андрея Бухарина за участие в нашей программе, я благодарю наших дорогих радиослушателей, которые, я сейчас вижу, они нас слушают, и те, которые нас будут слушать в записи программы записывания, полагаю, сегодня она уже появится на YouTube, поэтому все подписчики нашего канала, SunGate Radio, Терея Ар, по-английски, это Russian, они получат сразу уведомление о том, что программа появилась у нас на канале YouTube, ну, а те, кто хотят задать вопросы, можно задать там же в YouTube, можно задать на Facebook, я отвечаю, пропускаем несколько недель, а вы уезжаете, начинается период разъездов, поездок, и я сейчас посмотрю, когда у меня там ближайшее окошко будет, ну, в принципе, пусть следят за расписанием, как бы, что мы будем сейчас... дополнительно объявим, рассылочку сделаем, я тоже рассылки делаю, поэтому мы как бы с двух сторон это дело повестим народ. Ну, я могу тогда уже, так сказать, вас прорекламировать, сегодня у вас семинар по Новолунию, правильно? Очередной, совсем скоро, поэтому, дорогие друзья, заходите на сайт рассветсириус, правильно? .ру, да, видите, уже... рассветсириуса.com .com, окей, тем лучше, вот, заходите, вы увидите расписание, как туда подсоединиться, и, как всегда, это будет интересно, поэтому... на следующий месяц, на октябре. Да, хорошо, все тогда, Андрей, спасибо, еще раз повторяю, мой партнер присоединяется, да, он в тени обычно бывает, это я отсвечиваюсь от мониторов, которые у меня тут есть, вот, ну и до новых встреч, хорошего вам тура, хорошего нам путешествия, да, и встретимся уже в октябре месяце, и это четвертый, последний квартал этого года, поэтому, кстати, к концу месяца, к концу квартала, обычно происходят какие-то события, и в том числе, на финансовых рынках. Всего доброго, до свидания, до свидания, до новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова